здравствуйте что у нас происходит тонской области да ничего все по старому врачи клиники санте как сидели в сизо так и продолжают сидеть уголовное дело продлили год уже практически прошел и скорее всего дойдет она до суда получит обвинительный приговор если кто-то не обратит на это уголовное дело свое внимание если не спросят а где ущерб по 159 а где экспертиза по 238 оказание услуг несоответствующих правилам безопасности то сидеть будут врачи к сожалению дороги многострадальные томские дороги асфальт сняли но кажется забыли положить его до прокуратуры уже дошло но конечно же потому что это же федеральный проект безопасные дороги и кажется что в этом сезоне он провален а как все хорошо начиналось когда владимир мазур стал губернатором он поехал в москву поехал не один взял с собой эдуарда калажинского ректора тгу поехали к министру науки договариваться о всяких разных интересных проектах для томска там как раз обсудили студенческий кампус проект тогда уже был 22 год и музей пушкина как так сделать что музей пушкина в томске тоже был в общем договорились что все скоро и музей пушкина и кампус томске будет вот сколько лет прошло два года не музей пушкина не кампусом но кампус вроде там как-то строится но это еще как говорится бабушка на двое сказала а сейчас вот прошло два года и губернатор ну что говорит знаете проблема есть есть проблема достались по наследству губернатора трудно с этим спорить но они проблемы решаются правительство все работает 24 на 7 рукава уже засучили вот-вот-вот скоро будут уже изменения смотрите но дороги как вот были ямы так и остались до плюсы и еще даже хуже стали нет с многим еще чего не получается с левобережной дорогой и экономика куда-то немножечко растворилась где были когда-то завода теперь жилищные комплексы и торговые центры много раз об этом рассказывали кто вот это все организовал в томске это тот же самый алексей вавилов ринат аминов и ежи с ними что касательно алексея вавилова нам еще рассказывают что есть такой человек в томской области приколото николай николаевич это заместитель начальника налоговой службы томской области человек с точно с возможностями и вот говорят что он николай николаевич вообще вавилов алексей вавилова считает что них хозяином области еще на днях в закрытом заседании Получил 11 лет строгого режима. Бывший сотрудник ФСБ по совместительству двоюродный брат Рената Аминова Рустам Камалов. Статья 290-286. Мало того, что дали 11 лет, сверху, ну, так присыпали, лишили званий и наград государственных. Для человека, который в погонах ходит, это может даже пострашнее, чем 11 лет. 11 лет это можно и досрочно выйти, но выйдет он уже обыкновенным человеком. Он уже выйдет без госнаград и без погон. Но я хочу обратиться к руководителю областного ФСБ Трофимову Олегу Григорьевичу. Нам говорили про вас, что вы честный офицер. И мы уверены, что вы, конечно же, знаете, что происходит на территории веренного вам региона. Вы знаете и таких персонажей, как Алексей Вавилов, как Ренат Аминов. У чиновников, у разного рода дельцов нечистых на руку, у них аппетита меньше не станут. Они как привыкли есть, так они будут есть, только больше. Не важно, что происходит в стране. Не важно, что сейчас экономическая ситуация и политическая не так все просто. Но что мне вам рассказывать, вы и так знаете. Но на вас смотрят как на представителя власти. Как руководителя организации, которая много что может, от которой много что зависит. И если подобных персонажей, как Алексей Вавилов, Рената Аминова и Ежи, с ними много. Они говорили, так называемая команда неприкасаемых. Если с ними ничего не сделать, то в общем-то никакой музей Пушкина не поможет. Говорить можно много. И в Томской области говорят много. Много говорят, много показывают. Но пока дел не будет, ничего не сдвинется. Поэтому мы обращаемся к вам. У нас материала скопилось и на Рената Аминова, и на Вавилова достаточно. Пока что, как-то так никто не хочет его брать и проверять. Я думаю, что у вас материала еще больше. И я уверен, что если не сегодня, то завтра, послезавтра, в крайнем случае. С такими персонажами, как Алексей Вавилов, Ренат Аминов и чиновники, которые вместе с ними. Мы тоже о них много говорили. Их аппетиты нужно как-то ограничить. Ограничить. Или же ничего сделать будет в Томске невозможно. А показывать, что все хорошо, что все замечательно. Смотрите, как у нас танцуют и поют. Ну, это можно до какого-то предела, до какого-то времени. Но когда даже придется и перейти к делам, а что тогда? Тогда этот пузырь просто лопнет, и все. Мы же не хотим говорить, что все... Господи, как назвать-то здесь? Ну, скажем так, все думают только о себе. Ну, нет, конечно же. Мы же верим, что в прокуратуре, в Следственном комитете, в вашем управлении ФСБ. Есть люди, которые могут думать и думают о России. О том, а что будет дальше. Думают не о завтрашнем дне. Не о том, как бы сегодня пожрать хорошо. А думают, ну, а что мы будем делать послезавтра. А что будет потом. Через... А что мы вообще детям-то своим оставим. Кроме тех, конечно же, которые точно знают, что их дети не будут жить в России. Они будут жить, а вот, в тех самых странах НАТО. Во Франции, Италии, Германии. Да что я перечисляю. Все их знают, эти страны. Про них каждый день практически говорят. Как они к нам относятся. Но чиновникам нашим, им же, у них своя правда. У них свое видение будущего. Своих детей. А вот будущая Россия, это не для них. И давайте вместе сделаем, чтобы не просто слова были только одни красивые. Ну и чтобы за этими словами были дела. Настоящие дела. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok